В этом ролике, друзья, познакомлю вас с характеристиками розочки, которые имеют некоторые уникальные особенности с сортом Дуфт Вольке. Несмотря на то, что она относится к чайно-гибридным розам, показала прекрасную устойчивость и даже некоторые черты флорибунды. Почему на некоторых форумах девчонки даже спорят, чайно-гибридка это либо флорибунда. Но все-таки селекционер определил ее как чайно-гибридную. Видите, сорт достаточно старый, 1967 года селекции. Пожалуй, моего самого любимого селекционера роз Тантау. В переводе с немецкого Дуфт Вольке обозначает душистое облако. И действительно, эта чайно-гибридная роза входит в десятку самых ароматных роз планеты. Сейчас перед вами кустик, которому сейчас два с половиной года. Высажен он был осенью прошлого года. И вот первое цветение. Первый цветочек появился в самом конце мая месяца. И сразу же на соседних стеблях стали образовываться целые кисти бутонов. Вот почему некоторые говорят, да это флорибунда, потому что такие шапки цветов образуют. Мне было интересно, вытянет она вот эти кисти в первый год или не вытянет. И тем более, что они на таких коротеньких цветоножках и так густо, так плотно посажены друг к дружке. Думаю, ну они распуститься точно не смогут. Думаю, может два там распустятся, а остальные точно обсыплются. И вот взгляните на вот это чудо. Ну это целый какой-то букетик. Букетик для принцессы, для дюймовочки, для невесты. И в этом букетике одновременно семь цветочков. И каждый из них практически полностью распущен. Ну просто чудо. Не могла налюбоваться. А вот издали с дороги, когда смотришь, то не видно, что на каждом стебле по несколько цветочков в этой шапочке. А кажется, что это один какой-то громадного размера цветок. Такое впечатление просто невероятное. Сам по себе кустик у этого сорта очень компактный. Вообще по заявленным характеристикам 60 на 60, как правило, пишут. Вот я вам как раз так обзор снимаю, чтобы вы поняли, что он собой представляет. И знаете, друзья, этот сорт старичок для меня стал просто открытием в плане расцветки. И она меняется каждый день. Вот цветочек каждый цвел у меня неделю. Правда, у нас, сразу скажу, центральная Украина, регион засушливый. Дождей практически всё лето не было. Ну, в июне, когда цвела вот так обильно эта розочка, было ещё более-менее. А с конца июня уже такая жара бабахнула. И до сентября месяца. Так вот, каждый цветок держался около недели. И каждый день окраска цветка менялась. И менялась достаточно так существенно. Цветок свежераспущенный первого дня у Духт Вольки, он ярко-алого цвета. Вот как пионерский галстук. У меня сразу возникла такая ассоциация. В общем, цвет вырви глаз. По-другому и не скажешь. Но цвет сложный. И сложный знаете из-за чего? Потому что обраточка лепестков, она покрыта как бы такой белесоватой плёночкой. То есть она беленькая такая. И даёт серебристый отцвет. Ну, так красиво. Вы знаете, как смотришь картину какого-то талантливого художника, и там букет роз. И вот эта обраточка. То есть обращаешь внимание даже не на центр цветочка, а на вот эту обраточку. Как закручены эти лепесточки, и как переливаются всевозможными тенями, оттенками. Ой, ну, первый цветок, конечно, меня просто сразил на повал. И вот, представляете, с каждым днём кажется, как будто к алому цвету добавляется капелька индиго. И всё это так перемешивается, и индиговый какой-то отсвет, даже не оттенок, а какое-то свечение появляется в лепестках. И вот это индиговое свечение проявляется с каждым днём всё больше и больше. У меня даже одна соседка, которая на даче в сезон в основном ночует. Вот она приехала, рассмотрит, боже, какая красная алая роза, необыкновенная расцветка. Потом через несколько дней приезжает и говорит, а это та же роза или нет, я её узнать не могу. Она совсем по-другому выглядит, она какая-то розово-синяя, что ли. В общем, друзья, наблюдать за этой розочкой очень даже интересно. Каждый день она меняется. Цвела она на протяжении двух месяцев, где-то до конца июля. Вот так периодически появлялись цветочки. Честно говоря, в первый год цветения я даже не ожидала. У нас на склоне, во дворе ухода-то особого нет. Да и почва, мы её только сейчас стараемся до ума довести. И как видите, у нас в траве всё, в дернине высажено. И склон достаточно крутой. То я даже не ожидала от неё такого обильного цветения. Ох уж и порадовала всех нас. Ну прям весь двор ходил, любовался. Порадовала ещё и тем, что сама за собой ухаживает. То есть самоочищается. Вот отцвётшие цветочки, очень легко с них облетают лепестки. И из первых цветочков точно завяжутся бубочки. Потому их следует своевременно удалить, чтобы вся сила пошла в следующие бутончики. И чтобы цветение было более продолжительным и обильным. Зимовку она перенесла на отлично. Но всё-таки я переживала, так как высажена она была осенью. И корешок такой был обглоданный, такой страшненький. Там всасывающих корешков практически не было. Да плюс и вот эта зима аномальная, с температурными качелями. А потом мороз, который мы уже лет 10 не видели в своём регионе, ниже 20 градусов. И вы знаете, я специально обратила внимание, несмотря на то, что подсыпала в центр кустика немножко там совочком снега. Но вот на верхних веточках почки отслеживала, обнёрзнуты они, погибнут, почернеют или нет. Вообще побеги даже на самой верхушке не почернели. То есть сделала вывод, что морозостойчивость у неё на высоком уровне, во всяком случае для нашего региона. И даже если не будет снежного покрова, что у нас очень часто бывает зимой, то в принципе она себя должна прилично и жизнеспособна вести. Вот все почечки весной тронулись в рост. Я, конечно, её обрезала. Обрезала её на 2-3 почки. Там было всего 3 стебля. И вот видите, из этих трёх стеблей и пошло цветение. Считаю, что это просто обильнейшее цветение. Я вообще думала, хоть бы там один цветочек увидеть, и то давать ей процвести, не давать. У неё такой корешок, фактическое отсутствие корешка, чтобы она там не сильно ослабла. А потом думают, а сколько той жизни? Пусть цветёт. И вот она бомбанула, столько цветков дала. В конце лета, в августе, она поразилась пятнистостью. В принципе, в характеристиках я тоже вычитала, что она неустойчива к чёрной пятнистости. Но пока была жара и была суха, то все листочки были чистые-чистые. Вот когда в августе прошёл у нас первый ливень, сразу же эта пятнистость была замечена. Вот думаю, ничего себе, в августе уже столько листочков поражённых. Так она будет лысая стоять у меня в зимовку идти. Но позже вы увидите. Вот сегодня я снимала, в октябре уже месяцы. Вот смотрите. Октябрь месяц, в принципе, выглядит достаточно прилично. Сказать, что слишком наросла, нет. Только один побег такой выстрелил приличный. А все остальные такие низенькие и достаточно тоненькие. И вот я обнаружила фактически только один листочек такой подозрительный в нижней части куста. А все остальные листочки выглядят чистыми, выглядят опрятными, зелёненькими и приятными. Хотя у нас, вот, ой, красавец, кориаптерис. Вот кориаптерис трёхлеточка, который высажен был весной прошлого года, он уже несколько раз больше, чем вот эта розочка. Скорее всего, на нашем склоне для неё верхняя планка, это будет как раз заявленная 60 сантиметров. Хотя некоторые девчонки на форумах пишут, что у них достигает полутора метров и даже двух метров. Ну, там, наверное, осадков намного больше, чем у нас. Иногда смотришь, все жалуются, ой, нас заливает, вчера был ливень, сегодня опять тучи сгущаются. У нас иногда два месяца. Ждёшь-ждёшь хотя бы одну тучку и дождаться не можешь. Ну, вот такая она маленькая, компактненькая. Такая неприглядненькая сейчас, потому что осенние волны цветения она не выдала. Но, в принципе, я и довольна, она и так истощилась при летнем цветении, только посажена. Вот смотрите, космея уже второй самосев начинает расцветать. Вот представьте, вот благодарный же цветочек. Уже второй самосев, некоторые успели выстрелить и процвести махонькие космеи. А вот это лук декоративный после дождиков в октябре выстрелил. Ну, а кориаптерис, это уже третья неделя пошла, все бегают смотреть, восхищаются. Никто название угадать не может. А вот это в клумбе махонькая зеферичка цветёт. Она вообще в прошлом году посажена однолетним кустиком из череночка. Да каким там кустиком, там такой стебелёчек. Сейчас, конечно, огромный выбор сортов роз, которые выдают постоянные волны цветения. Вот в клумбе такие я и высадила, и выписала. Но всё-таки дуб твольки, старенький сорт, с которым я вас познакомила в этом году, меня тоже, не только меня, очаровал. Я очень рада, что он появился в нашем дворе с такой необычной расцветкой, меняющейся изо дня в день. Тем более, что по болячкам она себя тоже очень прилично даже проявила. Вот на соседних клумбах у нас старые кусты роз растут, и очень сильно каждый год поражаются мучнистой росой. То же самое случилось и в этом году. А на этой розочке я даже признака нигде не заметила. Даже пятнышка нигде там белесоватого не было. Чёрная пятнестость, конечно, проявилась, но ничем я её не обрабатывала. К осени вы видели листочки чистенькие. Обрабатывать я во дворе, понятное дело, её и не буду. Поэтому обратите внимание на этот сорт. Сорт старенький, но красивый. Редактор субтитров А.Семкин